Канобу.ру представляет Его коллега, Капитан Америка, воскрешен И скоро будет сражаться с нацистами в игре с неочевидным названием Капитан Америка Суперсолдат Смотрите в этом выпуске Джангл, новая консоль или старый нетбук The Ball, божественный шар Gears of War 3, шестеренки простаивают Death's Pen, сбудется персональная мечта Assassin's Creed 2 Обнаружена профессиональная болезнь Казалось бы, на рынке консолей все поделили Одни компании продлевают приставочную жизнь мувами и кинектами Лишь бы не рожать следующее поколение Другие объявляют о новых, но очень маленьких 3D-девайсах И тут появляется Panasonic И заявляет на весь свет о консоли под названием Джангл Наверное, на японском ее описание звучит так Ни рыба, ни мясо Судите сами Два тачпада по бокам, под пальцы И заточенность под онлайновые игры Конечно, Battlestar Galactica MMO Может и неплохая стартовая забава Да и сезон Шерлока на таком приборе Скорее всего запустится без проблем Но что-то нам подсказывает Конкуренция с другими консолями будет слишком жесткой Будто Panasonic не знает, в какие джунгли лезет В данном случае Молот — это Nintendo и Sony А наковальня — Apple и обычные нетбуки Стоит произнести волшебные слова Шутер, головоломка и фанатский проект Сразу вспоминается Portal Теперь путаницы не избежать Ведь началась разработка шаропрокатного проекта The Ball На самом деле, все уже давно готово Фанатский мод на анриловском движке Появился на свет еще год назад Однако же настало время высвободить Невероятные возможности божественного шара С виду это простой гигантский каменный мяч Лучшее творение высшего разума К тому же идеальной формы Мы понятия не имеем, на что он способен Но у героя есть гравипушка А шар одним своим видом внушает безграничную мощь Благодаря которой The Ball Может легко пробить себе дорогу к славе Ну или провалиться в портал Заботливо открытый главным конкурентом Но, во-первых, он слишком большой А во-вторых, с его помощью Показывали возможности редактора Авторы пять раз выигрывали конкурс модов Ведь у них же был могущественный каменный артефакт Так и хочется сказать напоследок Шарик — это ложь Как известно, шестеренкам требуется уход За Gears of War 3 следит чуть ли не весь игровой мир Но вот и в отлаженном механизме случился сбой Сначала игру пообещали выпустить 5 апреля 2011 года Заявили во всеуслышание вечерние передачи, между прочим Господин Ближинский даже не постеснялся назвать это Самым несекретным секретом во всей игровой индустрии Затем авторы посмотрели, подумали, измерили шестеренки И решили отложить торжественную дату До Рождества 2011-го Как это принято, католического В появившийся промежуток назначено бета-тестирование Если это вас успокоит С выделенными серверами Нет? Ну вот, как всегда Подразнили нас женщинами-солдатами и осьминогоподобными тварями А потом отложили все это мракобесие На святой праздник Зато есть и хорошая новость Часто бывает так Маленькая, но очень интересная игра выходит только на консолях И все долго по этому поводу ноют В случае с Death's Pan так и было Что удивительно, все уже и ныть перестали Как внезапно появились известия о великом герое Который нечеловеческими усилиями перебрался на персональные компьютеры Если, конечно, это не шутка Первая часть невероятно эпических приключений появится 26 октября Видите, даже не придется ждать Рождества Ну а продолжение, которое посвящено поиску трусиков Что-то не спешит переселяться Интересно, почему? Кстати, еще одна такая же многострадальная игра Шэнк Схожим образом перекочевала с консолей на ПК Почему мы вспомнили об этом в новости про другую игру? Да просто они идут в одном комплекте И что-то еще их связывает Поверьте нам А вот у разработчиков Assassin's Creed Brotherhood Похоже, кончились сюрпризы И теперь до выхода игры они просто будут нас забавлять Хотя у ассасинов всегда будут тайны Если еще можно представить, что эти убийцы скрывались под личиной врачей, проституток и даже орликинов То как объяснить самый свежий игровой ролик? Убийцей был вор И после этого они предлагают нам в коробке с игрой кодекс братства Неужто там написано, что вор должен мешать статье средневекового уголовного кодекса И помимо кражи заниматься убийствами? А ведь это главная уловка нового персонажа Стянуть у жертвы кошелек, заманить в темный угол Простите, на залитую солнцем крышу И всадить нож в спину Фирменный социальный стелс в лучшем его проявлении Ведь никто в толпе не заподозрит в вас убийцу Если вы ведете себя как обычный карманник Или щипач Как там они назывались в Риме? Щипачо Кстати, до выхода игры на консолях осталось чуть больше месяца Сколько еще итальянских профессий мы успеем повидать? Водопроводчик-ассасин Или что у них там было в те времена? Ну а до PC братство доберется лишь в начале следующего года Мы верим Если Death Spank смог, то и у Ассасинов получится Новости мельком В наш чудесный уголок DLC попало что-то непонятное Так Оказывается, теперь полезности выходят даже для игр с поддержкой Move Для набора спортивных игр, например, появился хэллоуинский комплект Пока жиденько не находите Продолжает загробную тему новинка для Left 4 Dead Дополнение под названием Жертва было моментально скормлено фанатам Вместе с обеими частями игры Они нынче снова в цене То есть наоборот Теперь немного о зомби и моде В Dead Rising 2 отправят 4 набора гуманитарной помощи В посылках костюмы для противостояния нежити И первая поставка ожидается 12 октября А Red Dead Redemption скоро получит охотничий набор Правда, добывать ничего не придется Все уже готовенькое Бывает, люди устраивают себе банный день А тут прошла банная неделя, не иначе Запарились разработчики серьезно Гонением подверглись 20 тысяч игроков Пятитысячная армия Старкрафтеров была сметена буквально за день Нечего было читерствовать А вслед страшная кара коснулась и солдат в Хейлу Рич 15 тысяч самых сообразительных воинов отправили под трибунал Ну а добросовестных игроков ждет обновление Которое студия Банджи планирует на середину октября Список изменений длинный И касается всего понемногу Пусть останется сюрпризом Тем временем компания Rockstar вместо нового и необычного Предлагает старое и проверенное 26 октября появится полное издание GTA 4 Со всеми дополнениями и историями Если вы хотите хотя бы одним глазком взглянуть на Duke Nukem Forever Все равно, что в Мавзолей сходить, правда? Тогда придется идти окольными путями и приобретать Borderlands Game of the Year Edition И вместе с ним ключ к демо-версии Ну почему с Duke всегда все так сложно? Скоро количество песен в Rock Band перевалит за отметку в 2000 Трек, который займет почетное место, уже выбран Это песни из альбома Jimmy Hendrix Experience Часть его треков также попадет в этот длинный список Кстати, все это музыкальное богатство будет доступно и в Rock Band 3 2000 Столько и просто так не послушаешь А нам предлагается сыграть Пафосная CD Universe Online отправилась в будущее И появится в начале следующего года Народ волнуется Кому же спасать мир? Капитану Америки? Нет, американским военным Командование все-таки запретило им играть в Medal of Honor Несмотря на то, что талибы были переименованы Представляете, сколько гнева накопилось в морпехах Их же не устроят Death Spank на PC и Peggle Knights на iPhone Вслед за изданием Planscape Tournament нам решили сделать приятный сюрприз Легендарные ролевые игры Baldur's Gate и Icewind Dale Появятся в правильном коллекционном издании С саундтреком и всеми дополнениями Во что поиграть на этой неделе? Пожалуй, разделим вышедшие игры на три категории В темный угол отправляется Кастельвания Lords of Shadow Находка для любителей кнопка давительства В светлый угол попала Enslaved Odyssey to the West Если, конечно, вас больше тянет на борьбу с механизмами, нежели с упырями А нейтральную позицию занимает NBA 2011 Редкая игра, где никого не надо убивать Кстати, есть еще один такой проект Если вы внимательно смотрели прошлый выпуск Канобовостей То уже немного знаете о реал-лайф игре Red Quest В которой тысячи игроков по всей России начали собирать воедино масштабный пазл На просторах сети и улицах своих городов Согласно сеттингу игры, мир находится на грани катастрофы А различные природные бедствия лишнее тому подтверждение Для тех, кто следит за одними лишь игровыми новостями, подтверждаем Глобальный катаклизм может накрыть не только всем известную онлайновую забаву В роли смертокрыла в реальном мире выступают землетрясения, цунами, вулканы и ураганы В такой круговертии единственной надеждой человечества становится источник безлимитной энергии До тайны которого и предложено докопаться искателям Противостоят им загадочные хранители Ежедневные задания Red Quest Дело рук этих людей в черном Каждую неделю хранители раскрывают секрет одного из элемента источника безлимитной энергии Сложив все элементы в конце игры, искатели откроют доступ к источнику Помимо морального удовлетворения от спасения планеты Команда победителей получит вполне ощутимую награду — 1 миллион рублей Подробности можно узнать на официальном сайте Red Quest А некоторые секреты лидеров гонки мы раскроем в следующем выпуске Канобовости Также смотрите скоро на Канобу Final Fantasy XIV — рецензия Готика 4 — Аркания — опять же рецензия И Star Wars The Force Unleashed 2 — превью На сегодня, пожалуй, достаточно На время забудьте о новостях Покушайте на выходных суши Подышите свежим воздухом Займитесь йогой И пройдите уже наконец ту игру, которую все время откладываете Да, кстати, и заглядывайте на канобу.ру Может, вас все ждут, ждут А вы тут суши кушаете? Или в Dead Rising 2 играете? До скорой встречи!